Достаточно хорошо, доходят, нужно побольше их поставить, про тылы тоже не забываем, здесь только она строится, пусть рабочий помогает, у нас уже энергии не хватает, это так же нехорошо. Вот щиты, за них я больше всего беспокоюсь, э, ты че ходишь, ты не должен ходить, ты должен стоять на одном месте, о, отлично, энергии не хватает, вот это важный признак того, что мы делаем все правильно. Вы, сволочи, вы убили командора, и хотя это не так, вы все равно сволочи, да, заканчивая уже строить этот долбаный генератор, ты что у нас строишь? Итак, мы продолжаем, вот на щит достроился, и у нас достроился электростанция, я такой, с акцентом, теперь говорю, мой электростанции, мой крутой электростанции, и у нас скраб скоро закончится, поэтому мы начинаем грейдить экстракторы, строить экстракторы второго уровня, тому подобное, нам нужно прогрейдить их, чтобы получилось очень хорошо. В принципе, я ожидал, что это будет ужасная миссия, она какая-то не очень ужасная, не так страшен, черт, как его молюю, просто нужно все делать вовремя. Хорошачий, дорога ложка к обеду, как говорят, ой, вы чё сделали там, ай-яй-яй, ну ладно, генератор, крейдинг, щитов, вот, радиус этой пушки просто, ну, довольно большой, мягко говоря, самое главное, что она стреляет постоянно. Скоро еще и щитов перейдется, а вот теперь нам пора что-нибудь реклижать. Вот, ПВО второго уровня хорошо справляется с вражескими бомбардировщиками. Здесь еще и ПВО первого уровня есть. Тыры, клейми где-нибудь здесь. Мм, да, вы строите, замечательно. Строим еще одну пушку. Нас здесь спасает вот что, что мы, по сути, будем развиваться, ну, линейно, что ли, экспоненциально. Но компьютер не может вечно наращивать свою мощь, ну, по крайней мере, вот в начале. А в конце там у него будут вообще постоянные силы. Ай-яй-яй, вот это плохо. И с реклеймил еще что-то, да. Вот нужно следить, чтобы скраб не пропадал даром. Также строим вторую электростанцию. На всякий случай, но чтобы масса не пропадала и тому подобное. Здесь уже все закончилось, поэтому также включаем. Вот уже две пушки. Это уже прокачалось довольно сильно. Можно даже посылать нам малявку. Пусть собирает скраб. Малявочка. Еще одна малявочка. Да, это все замечательно. ЕД-2. Грейдим до ЕД-2. До ЕД-3 нет смысла грейдить особо. И кто это чинит? А, это тот, который я патрулировать заставил? Я не говорил тебе ничего чинит. Вот. Вот, суволочь. Чинит что-то. А, вот теперь он пошел реклеймить. Что-то такое тяжеловесное реклеймить. Видно единицы второго уровня. И... Да, я сделаю ошибки. Продолжаю делать ошибки. Я не ускоряю улучшение завода. Это ошибка. Так как видите, вот ком. Он немножко ускоряет. Ускорить в этой игре можно все. Вопрос только в том, какие производственные мощности для этого нужны. Например, для того, чтобы... Ускорить постройку ядерной ракеты Нужна очень и очень большая мощность. Поэтому многие считают, Так как вот послали рабочего. Нифига не ускоряет. Значит нельзя ускорить. Ничего подобного. Ускорить можно все. Но для этого нужно стать Фактически Буддой Суприма. Пробудить эту ядерную мощь. Ускорить ее пробуждение. Ну вот. Щиты уже оправдывают свое существование. Щиты в принципе не всегда стоят строить. Иногда они себя не оправдывают, не окупают. Так же строим сразу же зенитку третьего левела. Она так же себя скоро окупит. Да, вот они пытаются что-то уничтожить, И у них это скорее всего удастся. Да, удастся. Это плохо. Мне это совершенно не нравится. Постарайтесь выполнить задание как можно быстрее командующего. Ну хоть и не разрушили. Как видим, я вот-вот еле-еле успеваю Улучшать свою базу в соответствии с требованиями миссии. И то только потому, что я знаю, что требуется в этом миссии. Бомбачи долбаны. И зенитка первого левела это не серьезно. Это совсем не серьезно. Да, здесь вот экстрактор закончил. Ну, не закончил. Закончилась постройка экстрактора. Прикроем тылы. Чтобы бомбачи не расслаблялись. Всего шесть убила эта зенитка. А эта 14. Ну, она просто лучше против юнитов первого уровня. И сразу же идем в генераторы третьего уровня. А также строим после этого щит. Мы его апгрейдим до второго уровня и все будет замечательно у нас. Но прикол заключается в том, что мы строим его так, чтобы он ничего не прикрывал. Но когда мы его апгрейдим, он будет все прикрывать. Нужно рассчитывать наперед. Да, и вот еще. Я думаю, мы будем играть, не знаю. Здесь нет воды, поэтому это отличный способ поиграть через наземные войска. Вообще, можно через все войска одновременно играть. Но я так не делаю. Это рассредотачивает внимание, заставлять тебя напрягаться. Я не люблю напрягаться. Да, вот, всем заводиков, думаю, нам хватит. Но, блин, вы видите, у меня плюс 8 материи, она никуда не тратится. Это ужасно, это просто отвратительно. Во что бы ее сливать? Ну, я не знаю. Пусть помогает рабочему строить что-то, какую-то хрень неведомую. Пусть еще рабочие строятся. И нет, я знаю, что мы построим. Построим квантовые врата. Вот здесь. Даже пошлем инженера второго уровня помогать. Командующий, у меня здесь группа кирпичей на готове. Используйте сигнал управления, чтобы управлять ими. Конец связи. Ну, это было ожидаемо. Достя уже успела высрать кирпичей нам. Ее, видно, уже заколебали все. И вот, что я еще забыл. Это, конечно же, главную линию обороны. Главная линия обороны, это у нас что? Это у нас стеночки. Не стоит их недооценивать. Они просто великолепны. Странно. Тут, похоже, вообще не везде можно построить. Ну вот, три пушки уже нормально справляются. Я еще пытался... Ну, не знаю, я щелкнул на моде Клиенте ФАФО. Буду называть клиентом, так как программа, не программа. Не знаю, я программа это и не знаю. Так вот, я щелкнул на мод, который показывает характеристики юнитов. Да, вот сейчас нас уничтожат, нафиг. Стурмовики второго уровня. Жирновато для нас. Тем не менее, мы как-то выжили. Да, так вот, я щелкнул на клиенте, но при этом, как вы видите, мода такого здесь не появилась. Возможно, я буду устанавливать, как устанавливал себе Сориан АИ. То есть, скачать отдельным паком и потом уже что-то установить. Но может, кто-то из вас подскажет, или же я уже решил эту проблему. Но если знаете, как это решить, как скачивать моды через вас, то подскажите. Думаю, даже можно ускорить. Ибо уже 22 минуты. Вот когда не смотришь на время, то оно вроде бы и нормально идет так. Скоро там генератор изготовится. Ай-яй-яй. Давайте, стройте генератор. Нам нужен этот генератор. Много энергии, значит, много материи в будущем. И больше этих чуваков будет производиться. Это просто ужасно. Где там еще есть экстрактор? Строится пока что. Да, и мы достроили. Это невероятно, но мы это сделали. Конечно, не без вашей помощи. Спасибо вам, что смотрите это видео. Ну а как вы еще могли бы побудь? Отдать приказ? Будьте моими инженерами. Это предложение специально для зрителей. Это альтернатива предложению. Так что вы поняли, что вам делать. Подписывайся. Вот, это зенитка также эффективнее, чем второго уровня. Но, тем не менее, второго уровня эффективнее. Да, парадокс такой получается. И у нас очень-очень большой убыток во всем ресурсам. А, где там наша розочка сохраненная. Да, вот оно. Оборона. Генераторы силового поля. Мы построим одну розочку вот здесь. Как видите, здесь неровная. Все. Вот, разве что, здесь можно где-то втулить ее. Да. Так и будем строить. С первой розочкой мы станем намного сильнее. И нам нужно продолжать покрывать базу щитами.